Я помню, что еще рассказывал наш учитель, университетский преподаватель, Аристид Иванович Деватур. Он работал одно время, в 30-е годы, в публичном библиотеке. И вот один француз ему рассказывал, что у вас очень странные читатели. Француз, который тоже приезжал на какую-то стажировку. У вас очень странные читатели. У нас наш читатель, европейский, когда он берет книгу, а ты смотришь сверху в зал этот читания, он открывает ее и читает ее. А ваш читатель читает так, откроет книгу, и задумывается. У нас так не бывает. Это я к тому, что человек идет куда-то, как Жайль говорит, а потом что-то ему неинтересно, и он не пойдет туда. Задумывается. Я не знал, что у нас есть такая французами замечаемая особенность. Окей, узнаешь новое себя. В эфире «Школа злословия» и ее постоянная ведущая Авдотья Смирнова. И Татьяна Толстая. В гостях у нас сегодня Жайль Шапрон, иностранный корреспондент Каннского фестиваля и вице-директор компании «Юни Франц» по Восточной Европе. Здравствуйте, Жайль. Добрый вечер. Давно тебя добивались сюда заполучить. Для начала давай объясним зрителям, что такое иностранный корреспондент Каннского фестиваля. Есть такой образ, особенно на охоте, есть человек, который является загонщиком. Вот я так и называю себя загонщиком. Это что значит? Это значит, что как любой загонщик, я загонил зверей, а охотник застреливает, выстреливает, не выстреливает. Это уже не мое дело. Короче, я пытался смотреть действительно все, что производится на территории бывшего Советского Союза. Я как бы составлю список, даю свои комментарии. И когда мне очень что-то нравится, естественно, приоритетно Каннский директор смотрит те фильмы, которые я рекомендую. Я хотела спросить о неких стереотипах восприятия России большими европейскими фестивалями. Что хотят видеть от России? Потому что у меня есть своя концепция этого, я ее изложу в двух словах, а дальше начнем спорить или не спорить. У меня ощущение, что единственное, что хотят видеть от России на международных кинофестивалях, это такой образ огромной кучи навоза, внутри которой, и страшного навоза, такого благоухающего, дымящегося. Свежего, другим словом. Свежего, да. Видишь, это свежее. Да, внутри которого находится жемчужина русской духовности. Все. Вот если кино не соответствует этой формуле, ему делать на международных фестивалях нечем. Я, естественно, конечно, с этим абсолютно не согласен. И я даже больше скажу, на самом деле, я думаю, что ничего не ждут от русского кино, как от такового. Мы ничего не ждем ни от аргентинского кино и ни от французского кино. В первую очередь, я буду говорить только о Каннском фестивале, я не хочу там за Берлин или за Венецию. Но в первую очередь мы обращаем внимание на режиссуру и на постановку, потому что ключевая фигура – это, конечно, режиссер, как он умеет действительно делать кино. О чем кино? Это уже немножко, я бы сказал, второстепенно. Почему в России умеют лучше снимать кино о навозе, в котором находится небольшая жемчужина, не ко мне вопрос. Есть один момент, который очень существенный в России. Это то, что когда фильм мы отбираем, всегда здесь найдутся люди, которые скажут, почему вы взяли это, а не это. Во Франции такого нет. То есть московский фестиваль может отобрать все, что угодно. Нам главное, чтобы он что-то отобрал из Франции. Когда французы получили золотую пальму за фильм «Класс», несмотря на мрачный образ французской школы, все французы довольны тем, что мы получили золотую пальму. То есть нет этого чувства неправильности, которое есть здесь, что мы не то выбираем. Вот это слово, вот эта фраза «Мы не то выбираем», я эту фразу не слышу никогда во Франции по отношению к другим международным фестивалям. Не было такого, я не помню, я уже больше 20 лет этим занимался, не было такого, чтобы мы кому-то говорили, а почему вы выбрали вот этот фильм, который плохо действительно показывает Францию. Что вы по этому поводу думаете? Вот вы, происходя из культуры, в которой вопрос не задается, глядя на нашу культуру, в которой вопрос задается постоянно, и душераздирающие, так сказать, вопли по этому поводу, что вы по поводу этого феномена думаете? Я думаю, что на самом деле нет никакого доверия русских людей к своему искусству. И слово пропаганда, которое действительно царилось здесь годами, если не десятилетиями, оно что означает? Оно означает, что поскольку люди здесь считают, что самим искусством они ничего не могут сделать с образом страны, надо пропагандировать какой-то образ положительный, естественно, потому что само искусство этому не помогает. Мы наоборот считаем то, что наше искусство, литература, живопись, кино, что угодно, свое и своим разнообразием достаточно для того, чтобы образ нашей страны пропагандировался сам по себе, по всему миру. То есть мы доверяем своим действительно артистам, художникам, и мы считаем, что есть хорошие скульпторы, художники, кинорежиссеры, артисты, актеры. Все это разнообразие создает образ Франции за рубежом. Есть положительные моменты, негативные моменты, но все вместе взятое, это главное, что это глобально, все вместе взятое создает имидж страны. Вот я здесь делаю фестивали французского кино, я всегда говорю, что есть кино для всех, есть кино, которое мне не нравится, но мое мнение тут ни при чем, потому что я знаю, что это кино кому-то понравится. И этому человеку главное вообще, что ему понравится, он подумает о Франции, он захочет поехать во Францию когда-нибудь. А вот возвращаясь к России, сейчас вот мой отец разговаривал с несколькими французскими словистами по своим делам, и один из этих французских словистов ему сказал, что вообще, мне иногда кажется, что Россия держится силой зависти. В общем, зависти в смысле не к Западу, а людей друг к другу. У тебя тоже есть такой взгляд, да? Да, конечно, да. Полностью разделил это мнение. Прекрасно. Замечательно. А я вот слушаю, как вы говорите про Францию, и думаю, вот, значит, тогда люди поедут во Францию, а я мысленно думаю, приедут во Францию, попросят политическое убежище, или так осядут, понаедут в вашу Францию, и все испортят. Почему? Потому что Франция слишком прекрасная, чтобы в нее не приехать. И русские, когда ездят во Францию, они приезжают и говорят, так, тут у вас все не то, неправильно вы, неправильно что. Франция должна быть не такая. Сколько раз я с этим сталкиваюсь? Что вы здесь развели? Зачем вы это построили? Почему вы пускаете этих арабов? Вот неправильно вы все делаете. Это всегда так, я с вами согласен. Я не говорю, вот, почему я говорю о туристах? Я говорю действительно о туристах. Из Японии, из Америки, отовсюду, естественно, я не буду говорить, что моя страна лучше всех. Просто вот самое главное, чтобы люди приезжали в мою страну и тратили деньги, и чтобы моя страна вот еще и на эти деньги действительно жила дальше. В конце концов, экспорт того, что мы производим, это очень важно для страны, потому что мы экспортируем не только кино или автомобили, мы экспортируем имидж страны. И почему такая маленькая страна, как Франция, такая известная во всем мире, это именно потому что мы экспортируем имидж страны путем кино. Культурной экспансии. Культурной экспансии. Хорошо, скажи. Разнообразная культурная экспансия. Объясни тогда. Хорошо, отвлекаясь от тематики именно кинофестивалей. Тем не менее, ты много лет знаешь хорошо Россию. Вот у любого цивилизованного русского человека, общающегося с европейцами, в какой-то момент возникает абсолютнейшее отчаяние от количества стереотипов даже у просвещенных европейцев в отношении России. Ты, как челнок, курсирующий между двумя культурами, с какими стереотипами о России тебе приходится спорить во Франции чаще всего? На самом деле, вот даже у просвещенных, как ты говоришь, людей, стоит до сих пор вопрос, откуда столько денег взялось у некоторых людей. Это легко, но не нам ответить на этот вопрос, мы просто его задаем, а на самом деле... Медра. А на самом деле здесь мало кто может ответить на этот вопрос. Углеводороды, которые мы переводим в углероды. Я понимаю, я понимаю, но вот этот вопрос действительно до сих пор стоит. Но этот вопрос как раз резонный, он не относится к числу, так сказать, неприятных стереотипов. Я понимаю, но с другой стороны, он тесно связан со словом мафия. А, я понимаю. Все, я поняла, что ты имеешь в виду. Вот тут, конечно, есть тесная связь. Что любой русский, это обязательно русская мафия. Не обязательно, но все-таки вопрос стоит. Откуда у него вдруг взялось столько денег? Вот 20 лет тому назад он еще жил там в общежитии, а сейчас он возглавляет, и не только возглавляет, предприятие какое-то большое. Это как бы нормально и у нас тоже. Но зато возглавляя, он зарабатывает столько, что и нам вообще даже не снится. Вот эти вопросы, они до сих пор действительно существуют, и мало кто может ответить на эти вопросы. И поскольку это не совсем понятно, то есть какое-то априори и предупреждение к русским людям, потому что мы не знаем, я кое-кого знал, но они не знают действительно, с кем они имеют дело, с кем они общаются, что это за люди, почему телохранители, почему эти большие машины, почему еще вторая машина с другими телохранителями и так далее. Вот в этом отношении до сих пор есть действительно большое предупреждение. А главное, как отличить человека с двумя машинами от человека с двумя машинами? Да, совершенно верно. Ты мне как-то сам говорил, что там есть определенного рода картины, фильмы или истории, назовем их истории, неважно, они сделаны в кино, они сделаны в литературе и так далее, где русские такие же, как французы, англичане и так далее. И ты мне говорил, что европейцы не хотят это видеть, они не хотят, им не интересно смотреть про то, что русские такие же, поскольку они в это не верят. Нет, это не потому, что они не верят, это уже немножко другой вопрос. Во-первых, потому что я тебе говорил, потому что ты снимаешь, потому что мы не будем. Я понимаю, что мы не будем о тебе, потому что действительно это хороший пример. На самом деле, то, что мне нравится в подобных, даже не скажу в твоих фильмах, в подобных фильмах, это то, что они действительно описывают ту реальность, которую я знал. Во-первых, далеко не все и здесь успешны, начнем с этого. Действительно, в России очень часто эти фильмы не пользуются огромным успехом. Совсем нет. В отличие от Франции, где, в конце концов, большая часть наших доходов исходит из подобных фильмов. Астерикс – это исключение. Катерин Брея – это другое дело. А вот Франсуа Азон, режиссер Варния, Нежжауи, Жан-Поль Рапно – вот все люди, которые снимают то, что мы называем кино-середины, ни блокбастеров, ни авторского тяжелого французского кино, вот как раз это наша главная дорога для кино. И мы показываем, они показывают действительно, я бы сказал, в кавычках, Среднюю Францию. Здесь, к сожалению, в кино есть два полюса. Есть блокбастеры, с одной стороны, и довольно тяжелое авторское кино. И вот та дорога в середине, она очень узкая. Практически ее никто действительно не занимается. Ее никто не занимается. И когда мы смотрим подобное кино во Франции, это кино, в конце концов, мы его знаем, мы его сами снимаем. И нам это не так интересно, потому что это очень похоже на французское кино. Что касается коммерческой точки зрения, мне кажется, что как раз это кино суперважное в России. Потому что мне кажется, что это как раз то, что средние зрители смотрят практически во всем мире. Они смотрят все-таки немножко о себе. Что вы хотите увидеть в российском кино? Что вам интересно отбирать? Вы говорите, режиссура, прежде всего. Хорошо. Но режиссура делает что-то с чем-то. Она делает нечто с каким-то материалом. Хорошо. А какой сейчас образ России во Франции? Ты можешь его описать? Ну, помимо того, что бешеное количество денег, значит, кругом мафия, и все решают политики, что еще составляет этот образ? И рядом с какой, скажем, тоже страной, которая для нас является стереотипом, нас можно поставить. Потому что нас ставят либо вровень с какой-нибудь латиноамериканской диктатурой, либо с Северной Кореей, что как-то особенно обидно. С Африкой еще. С Африкой. В зависимости от того, на что упор. На политику, на нищету, на диктатуру. Я бы не сказал. Во-первых, ну, может быть, не совсем ко мне вопрос, потому что я слишком хорошо и слишком часто езжу в эту страну, потому что я здесь не живу и никогда не жил. Ну, чтобы науку проводишь время. Но я... Поэтому, в конце концов, мой взгляд, естественно, влияет на мое восприятие от отечественников. Но если есть сравнение, то по всей вероятности, наверное, с Китаем. С Китаем. Все-таки. Все-таки. Большая страна, очень большая политическая сила. Ноль трудолюбия у нас. В отличие от Китаем. Ничего не производим. Богатая страна, то есть две богатые страны. Система функционирования действительно, я не скажу, одинаковая, естественно, но сопоставимая. И в этом отношении очень часто действительно сопоставлено, потому что все равно это... Есть все-таки до сих пор угроза. Она есть, она была... Ощущение угрозы есть, да? Ну, и со стороны Китая тоже. Да, понятно. Я понимаю. Понятно. Простите, секундочку. Но представьте себе, что где-то существуют образы. Страны одинаковые, да? То есть трудолюбивые русские. Все едут в Китай. Один за другим работают, работают с утра до вечера. И в конце концов, получив небольшую денежку, но прокормив свою семью и так далее. Ловко пекут свои пельмени, значит, продают их из грязных чанов, морковку режут. Или что у нас? Репа, квашеная репа. Где эти русские? Чем мы похожи? Кроме того, что у нас территория в 2-3 раза больше Китая, а народу, соответственно, меньше, он ничего не делает. Вы мне говорите... Руссо. Это ключевое слово. Да, и вы спрашиваете еще об образе страны или о том, как мы ее воспринимаем. На самом деле, трудолюбие в этом отношении, конечно, я не сопоставляю, не сравниваю. Но да, угроза, какое-то опасение действительно. Хорошо, Жаиль, вот скажи, ты же прекрасно понимаешь, вот зная Россию прекрасно, что мы, да, очень как бы большая часть, ну, во всяком случае, тех людей, которые образованы, там, я не знаю, читают, путешествуют, там, смотрят, и так далее, и тому подобное. Мы же чувствуем себя европейцами, принадлежащими европейской культуре. Мы знаем ваших писателей, мы смотрим ваше кино, да, мы чувствуем свою связь с вашими культурами, с Францией прежде всего, с Италией, с Англией, и так далее, и тому подобное. С Китаем мы не чувствуем никакой связи. Так же, как и Европа, мы ощущаем исходящую оттуда угрозу чуждости прежде всего, да, и накости. А вы... А с Францией поразительно. Пришел ваш император, сжег нафиг всю Москву. Никакой обиды. Пирожное едим, любимый торт народный. Наполеон. Представляете себе, пирожное Гитлер. Это невозможно себе представить. Естественно. Я понимаю. Я понимаю. А вы смотрите на нас, объединяя нас с Китаем, да? Нет. Когда я говорю... Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Мы не обижаемся. Нет, нет, я понимаю. Нет, нет, мы не объединяем. Если вот действительно мы сравниваем, мы сравним в основном с Китаем, мы не объединяем, потому что вот как раз с нашей стороны, особенно для просвещенных людей, как ты говоришь, все-таки от Достоевского до Мусоргского, от Айзенштайна до Петра Первого, для нас это все Европа. Все-таки Европа? Естественно, конечно. И все об этом, мы все точно знают, то есть в этом отношении, когда мы читаем вашу литературу, она нам ближе, чем китайская или японская литература, даже не сравнить. Но когда мы говорим о странах... Но русских европейцами вы не считаете? Нет, мы считаем. Это уже сейчас, я даже читал здесь газеты, где сами русские начинают думать и задумываться вообще, мы европейцы или мы азиаты. Это не сейчас они начинают думать. Да, естественно. Нет, это вопрос исключительно древний. Как вы проснулись и обрели грамоту? Так спросили. Да. А мы кто? Да. Но с другой стороны, мы как раз так не совсем считаем. Мы. Это вы еще задаете себе вопрос, там, вот, а где мы? То есть ты хочешь сказать, что... Для нас это Европа. Я не хочу тоже обобщаться, я не буду говорить за всю Францию и за всех французов. Но мне кажется, что Россия для нас, она всегда, ну, всегда за последние 300 лет, скажем так, считалась европейской страной. Несмотря на железный занавес, несмотря на вот эти 70 лет коммунизма, все равно, я думаю, что в конце концов, почему действительно была такая большая проблема именно с Россией, это именно потому, что мы ее всегда считали европейской, а с этим железным занавесом, она действительно пошла туда. Если бы железный занавес был как раз в Корее, нам было бы, честно говоря, пофигу, потому что они уже и так далеко, это не наши люди. Впечатление, что это наши люди, они с той стороны занавеса. Поэтому тут это... Есть вот... Это чувство... Мне кажется, опять не хочу обобщаться, мне кажется, что как раз Россия это европейская страна, и что россияне это европейские люди. А как ты вообще занялся Россией? Почему? Я всегда хотела спросить, откуда этот твой русский язык вообще? Я просто был учеником в школе, и у меня всегда были большие проблемы с математикой, с физикой, с химией, с подобными предметами. И у нас была до сих пор, она есть система, что чем больше литературы, языков и так далее, тем меньше вот этих ненужных для меня вещей. И поэтому есть примерно в 15 лет, я бы сказал, в восьмом классе, возможность выбрать еще третий язык. У меня до того был английский, немецкий. И чем больше языков, тем меньше вот этих предметов. И не я взял, в конце концов, русский язык. Это единственный язык, который преподавали в моей школе как третий язык. Был бы португальский, я бы занялся португальским запросто. Только не математика, а химия, и вот это все дело. И просто аппетит приходит во время еды. Мне просто было жутко интересно. Я здесь впервые оказался в апреле 78-го года. Страна была очень интересной. Молодому человеку, мне было 17 лет. Я ничего не понимал. Я немножко к этому времени уже ездил, немножко по миру. Я не понимал, как люди здесь живут. Почему такая агрессивность? Почему действительно в метро все люди очень агрессивны друг к другу? Почему нет никакой вежливости по отношению друг к другу? И мне почему было непонятно, потому что у меня было здесь не то что друзья мои, но я кое-кого знал через друзей. И те самые, которые абсолютно невежливо относились друг к другу, оказываясь дома, были самыми улипчатыми. С щедрыми, приятными, хорошими людьми, которые были готовы тебе дать вообще все до последней рубашки. И мне вот это шизофрение, мне было очень интересно, потому что в одном человеке две дороги. Одна публичная, где нет никакой вежливости, нет никакого уважения, нет никакого там трудолюбия и так далее. Вот это все как бы для улицы. А дома самые приятные, интересные, хорошие, теплые, люди. И обратите внимание, то же самое распространяется на восприятие пространства. То, что дома уютно, хорошо подметено и пирожки, а как только откроешь дверь на леченую площадку, у нас там делается кошмар. На самом деле я занялся языком, потому что я думал, что я не понимаю этих людей, не то, что языковое, лингвистически не понимаю, я просто не понимаю этих людей и надеюсь, что если я выучу язык, я в конце концов их пойму. Нифига, потому что я все равно не русский, и если я сейчас, в общем-то, неплохо говорю по-русски, я понимал, что все равно я не русский, и кое-что я не пойму. А что ты не понимаешь? Есть одно, мимо которого вы прошли, было много, там, десяти, там, с веков назад, это картезианский ум. У нас это все на Декарте ради росли, поэтому вот есть причина, есть эффект, есть логика картезианская. Ее здесь практически нет. То есть у нас и аристотелевской логики нет. Это да, это да. Но поскольку Декарт наш, то я его цитирую. Мы очень уважаем, согласитесь, что он тоже на аристотеле вырос. Он же забыл. И вот впечатление, что русский человек может тренироваться, я не знаю, там, 20 лет для того, чтобы пробежать какую-то дистанцию меньше, чем за минуту, и все, там, всю жизнь посвятить этому. И он пробежал, и в конце концов повернулся налево в последнюю секунду, потому что ему было так интересно. Вот это логика. Вот это нас и меня лично убивает в конце концов. и доживутся. То есть, если свернуть с этой дистанции? Это же не вполне логика. Это относится широко к логике. И это нет, это как бы немножко другая проблематика. Это вопрос о целеполагании. То есть, вы считаете, что если он бежит, это чтобы добежать до какого-то финиша. А у нас меняется целеполагание. То есть, по дороге он думает, пока бежит, и думает, а зачем? Несмотря на то, что он 20 лет тренируется только для того, чтобы пробежаться. А какая связь? Подумал, спаси себя. Вот связь. Вот связь. Где она? Скажи, а тебя это убивает? Меня до сих пор это убивает. Потому что меня это веселит страшно. Меня это убивает. И веселит, конечно, когда это... Это креативно. Это креативно. Зато, конечно, это креативно. Но согласитесь, что действительно страна или москвичи, они действительно сожгли всю Москву только для того, чтобы не даст Наполеону, тоже интересно. Тоже интересно, в конце концов. А что было? Да, 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 да. Вот. Поэтому вот эти все... А какие вещи, хорошо, конкретные, мне очень нравится про это говорить. Вы прикольные. Потому что наша самобытность в исполнении Жаэля, мне кажется, совершенно очаровательная. А скажи, вот какие конкретные примеры вот таких вот дикостей, которые вот ты сталкиваешься, и ты понимаешь, нет, я этого не пойму никогда. Вот что вот кроме... Что самое... Да, самое вопиющее. Конкретная вещь. Удивительно. Ну, даже если просто говорить о кино, человек снимает кино, хочет попасть на Каньский фестиваль, фильм попадает, в конце концов, он не приезжает. А зачем? Хотя там, как бы, все эти годы только об этом мечтал. А такое было? Да, да. Было. Было даже случай, это другой случай. 20 лет тому назад тоже приехал человек, и в конце концов не пошел на свой собственный показ. Несмотря на то, что Каньский фестиваль, его отобрали. Не пошел. Потому что он встретил людей на улице, было интересно. И все в этом, вот это, это, конечно, веселит. Но с другой стороны, согласись, что кроме как с русскими, у нас таких случаев не было никогда. Не пошел, было интересно. Да, 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 потому что в конце концов вы встретили людей, и в конце концов... А фильм он уже видел. Да, фильм он уже видел. В конце концов. Зачем? Нет, это... Прекрасно. И в жизни, и... Я даже не знал. Я даже не знал. Это отсутствие логики картезианской, я бы сказал. Я здесь был, я очень хорошо помню московский фестиваль лет десять тому назад. Я жил тогда в гостинице Националь. В Национал у нас были микроавтобусы в Союз кинтографистов кино смотреться. И поскольку в Национале жили одни иностранцы, одни иностранцы, один я говорю по-русски. И отъезжает микроавтобус для того, чтобы доехать до Союза кинтографистов, что, собственно, по Москве не так далеко и не так сложно найти. И вдруг мы слышим, а где это? Никто не обращает внимания, естественно, потому что это водитель, что-то спрашивает явно на каком-то языке. Только я понимаю, я говорю, где это что? Этот Союз кинтографистов спрашивает водитель, который только вот туда-сюда. Я говорю, а что вы не знаете, где Союз кинтографистов? И тут поворачивается, я говорю, а если бы я знал, я бы не спросил. И вот таким тоном. И вот это не услышишь у французского водителя, который, наоборот, ничего не скажет. Он может заблуждаться, ничего не спрашивая, но тут человек не думает, что, может, если ему нельзя это спросить, что, по идее, это не положено. По идее он знает, а они не знают. И тут он как бы довольно агрессивный. Да, если бы я знал, я бы не спросил. Это логично, это его логика, это не моя, это его, но это его логика. Вот подобных случаев у меня полно в моей истории здесь. Уже все, больше 30 с чем-то лет. Моя дочка здесь стажировалась прошлой зимой. Мы в первый день пошли, она говорит по-русски, мы впервые пошли в метро и объяснили вообще, как покупать вообще, что за талон и так далее. И она подходит и говорит, здравствуйте, а я бы хотела, значит, получить талон на 5 поездок. Я говорю, стоп, ты говоришь 5 и уходи, потому что будут на тебя орать, потому что из-за тебя там все стоят в очереди. Так что тут это как раз твое, что я тебе вот действительно, что я тебе говорил всю, там, для все детство, что надо там, здравствуйте, спасибо, пожалуйста, здесь это не проходит, не надо, потому что тебя будут ругать. Они на чай, туда приезжают такие образованные, дичают. Да, да, да. Скажи, а ты ездишь по России, кроме Москвы и Петербурга? Да, очень много, благодаря кино, как раз потому что я езжу по многим-многим. Где интересно, где нравится, где понравилось? Мне интересно везде. Да, не понравилось? Мне интересно везде. Я, конечно, езжу в основном по большим городам, Екатеринбург, Владивосток, Хабаровск, Калининград, Новосибирск, Ростов-на-Дону и так далее. Когда ты оказываешься во Владивостоке, ты понимаешь, что Москва это другая планета. Когда у тебя есть деньги во Владивостоке, ты ездишь за покупками, естественно, не в Москву, а в Сеул, потому что это полтора часа езды. Если есть интересная выставка, они полетят лучше в Токио, чем в Москву. Это ближе. Несмотря на то, что это русские люди, там японцы, а там русские, все равно. В этом отношении там дистанции, расстояния, они играют свою роль и немаленькую роль. И опять возвращаясь к нашей первой теме, имидж страны. Я точно, и, наверное, лучше многих французов, знаю, насколько у нас положительный имидж страны, несмотря на Наполеона. уже больше 300 лет. Я сейчас пишу книгу об истории русского кино во Франции и об истории французского кино в России. И на самом деле, действительно, наше кино здесь, оно всегда славилось, оно всегда было очень хорошо принято. Это правда. Мне кажется, что для России на протяжении многих веков, вот как Англия была образом чувства собственного достоинства и самоуважения, как квинтэссенция, так Франция была синонимом понятия хорошего вкуса, которое и даёт сочетание красоты и интеллекта. Хорошего вкуса, хороших манер, правильной организации жизни, жизни индивидуума. Франция для нас образ хорошего вкуса, которым не является и не являлась ни Италия, ни Испания, ни Англия. И это так и осталось. А поскольку мы сами про себя знаем, что при всех наших дарованиях, талантах, интеллекте, взлётах душевных и глубинах душевных, но вкусом наша культура не обладает вообще как категории. Вот почему я всё-таки настаиваю на категории вкуса? Потому что мы здесь на самом деле, у нас есть образ того, что такое итальянская пошлость, у нас есть образ того, что такое испанская пошлость, что такое немецкая пошлость и даже, что такое английская пошлость. Достаточно, так сказать, подумать о болельщиках, да, предположим. Но мы не понимаем, что такое французская пошлость. Она есть. А что такое французская пошлость? На мой взгляд, во-первых, есть очень многим французам, много французов, которым не нравится ни Джо Де Сен, ни Мерри Матю и так далее. Так что мы тоже, в конце концов, и мы снимаем довольно и пошлое кино, и мы снимаем и пошлое сериалы. То есть, я думаю, что... А Эмилии пошлое кино для Франции? Нет. Нет. А Эмилии действительно был очень успешный фильм во Франции. Люди его смотрели с большим интересом. А Эмилии для нас, особенно для экспорта, это какая-то открытка, естественно, которая вообще не описывает никакую реальность этого. Нет, этого мира нет во Франции. Но Эмилии как раз сыграла эту роль и для экспорта, и даже в России. Особенно Эмилии здесь фильм вышел, когда практически кинотеатров еще не было. Поэтому, в конце концов, все смотрели Эмилии, но в основном дома, на пиратском DVD. Но Эмилии, фильм продолжил вот этот имидж Франции. Именно потому, что это еще ложная реальность, но Эмилии соответствует критериям и размышлениям о Франции, которые есть практически во всем мире, где красиво, с юмором, романтика, сакрикер, улочки, хорошая музыка, все это... А сакрикер же пошлый. Да, но не в фильме. Да, но не в фильме. Вот, поэтому я, да, естественно, конечно, и французы точно знают. С другой стороны, сейчас уже, конечно, он стоит больше ста лет, почти 150, и никто не собирается его убирать. Поэтому я всегда настаиваю на одном слове это разнообразие. И вот то, что мне, вот мы с этого начали, то, что мне больше всего нравится во французском кино, например, когда я его пропагандирую, это вот то самое разнообразие. Наверное, на экспорте нет разнообразия имиджа России. ни в каком-либо виде искусства. Да. Мы знаем только одну линию. Это суперсложно. Но для того, чтобы это сломать, нужны большие деньги и политическая воля. Для того, чтобы действительно пропагандировать разнообразие. Потому что, если сейчас та линия, которую мы знаем, авторское кино довольно иногда тяжелое, что там, я скажу, и тяжелое, и не тяжелое, там, даже, если я их назову, там, Лазница, Звягинцев, Сокуров, Герман, Герман-младший и так далее, это хорошее авторское кино. Мы знаем практически только эту линию. Есть фестиваль в Антфлёре, где показывают самые разные. Он уникальный, укрошечный. Но для того, чтобы это сломать, надо, чтобы страна занялась экспортом всего кино. И всего кино. Это не значит, что нельзя экспортировать это кино, потому что есть зрители на это кино. Их полно зрителей. Но вы снимаете еще много чего другого. Лет 10 тому назад были подобные там блокбастеры типа «Статский советник» или там... Почему бы действительно не попытаться экспортировать эти фильмы? В конце концов, есть зрители на подобное кино. Конечно, оно на русском языке. И мы не знаем актеров. Это два главных момента. Но надо, чтобы страна занялась сама пропагандой подобных и всех фильмов на самом деле. Просто мы никогда, мы не знаем, мы не говорим это брать, это не брать. Никогда. Мы не хотим как раз выбирать, потому что мы считаем, что если русские дистрибьюторы покупают Озона, это потому что им хочется, потому что им нравится и потому что они думают, что они какие-то деньги заработают. Но надо им предложить. если они взяли, надо им помочь. Как помочь? Сказать, что мы можем заплатить за авиабилеты, привезти сюда артистов. Да, они неизвестны, но, во-первых, мы говорим, что, может быть, завтра они будут известными. Но пока они неизвестны, русские дистрибьюторы не хотят их решать. Я их понимаю, поэтому мы берем это на себя. Мы им говорим, ребята, вы не будете тратить деньги, мы тратим деньги на это. Но берите наших артистов, они неизвестны, но они станут известными. И таким образом мы постоянно занимаемся пропагандой и, в конце концов, Франции. Спасибо большое, Жаик. Вам спасибо. Спасибо вам. Я очень доволен этим разговором, потому что мне кажется, что от этого разговора возникает еще больше вопросов, чем перед разговором. И я думаю, что мы можем еще бесконечно говорить об обмене мнениями между Францией и Россией и во всех абсолютно областях. Так что я очень доволен, надеюсь, что продолжу этот разговор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok